Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Жупкаев. Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаева Черкесии. Акбаева Рината Анзоровича, депутата Народного собрания, председателя Комитета по национальной политике, внешним связи, делам некоммерческих организаций и СМИ. Жидяева Олега Евгеньевича, депутата Парламента Республики и Тимрезова Рашидова Респиевича, главу Карачаева Черкесской Республики. Депутаты Парламента Республики от партии «Единая Россия» продолжают контролировать строительство социально значимых объектов. Делегация во главе с заместителем секретаря регионального отделения партии по проектной работе и первым заместителем председателя парламента Карачаева Черкесии Дагиром Смакуевым ознакомились с ходом строительных работ физкультурно-ознравительного комплекса в селе Чапаевское. Подробности расскажет Мурад Жанкёзов. В состав делегации также вошли глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев, депутат Народного собрания Фатима Карданова и заместитель министра строительства и ЖКХ Георгий Терин. Они встретились с представителями подрядных организаций и руководством сельского поселения, обсудили замечания и предложения, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в ходе работ. С учетом того, что сегодня пандемия коронавируса, кто-то болеет, где-то не все могут в свое время на поставки делать. С учетом того, что резкое подорожение металла, это тоже влияет. Пока согласовываем дополнительно все эти моменты. И меня радует то, что сегодня с непосредственными исполнителями поговорили. У них настрой серьезный. В график они намерены уложиться, а график это в этом году уже полная сдача. Проектом предусмотрено универсальное помещение для проведения турниров по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Также будут созданы условия для занятий единоборствами, борьбой, боксом, самбо, дзюдо. Жителям села будет доступен и тренажерный зал. Немаловажная деталь. Предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будут работать кабинеты врача, тренеров и инструкторов. На один из самых больших населенных пунктов в районе около 8 тысяч жителей – это село Чапаевское. И плюс к этому, смело могу сказать, что больше спортивных достижений именно в этом селе. И поэтому вопрос сразу отпал. И решили такое красивое, большое, шикарное сооружение построить именно в селе Чапаевское. Строительство комплекса в рамках национального проекта началось в конце прошлого года. За это время уже выполнены половина намеченных по графику работ. Процентная готовность объекта ориентировочно 55%. На сегодняшний день выполнены фундаменты в полном объеме. Завершили монтаж металлических колонн, балок перекрытия межэтажных. И сейчас ведутся работы по устройству кровли, металлоконструкции фермы и балки перекрытия кровли. Параллельно ведем работу по фасаду, занимаемся благоустройством и наружными сетями. Работы планируется завершить к концу текущего года. И тогда у жителей села, которая славится своими спортсменами, появится возможность заниматься спортом профессионально. В новом комфортном здании одного из самых больших спортивных комплексов в республике. Мурат Шунтезов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 985 человек. Из них 21 560 выздоровели, 650 человек госпитализированы. МЧС предупреждает завтра, а также 1 и 2 сентября в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Сейчас прогноз погоды, а дальше мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дождь и гроза, во второй половине дня в отдельных районах сильный с грозой градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днем на западных 6-11, порывы при грозе будут до 18. Температура ночью 14-19, в горах плюс 8-13, а днем 26-31, и в горах местами 18-23 и высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дождь и гроза, в ветер восточный с переходом днем на западные 6-11, порывы при грозе будут до 15-18. Температура ночью 17-19, а днем 28-30 градусов тепла. Сезон свадеб начался, и мы готовы бросить букет счастливчикам. Новая серия элегантных диванов «Ангажемент» в нежных цветах безусловно подойдет для молодой семьи и будет радовать долгие годы. Подарок до минус 30% в августе ждет всех. «Ангажемент» – мебель, интерьерные решения. Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. Министр просвещения России Сергей Кравцов в прямом эфире ответил на вопросы родителей и школьников. В ходе традиционного общероссийского родительского собрания Сергей Кравцов заявил, что российские школы не будут переходить на дистанционное обучение. При этом в школах с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. Информация о недопуске на занятия российских школах, непривитых от ковида учеников, неправда, заявил министр. Помимо этого он сообщил, что вакцина для детей в нашей стране пока еще не зарегистрирована. Идут исследования. Сергей Кравцов также рассказал, что в 2022-2023 учебном году появится примерное типовое расписание для российских школ, и что уже в предстоящем учебном году бюджет на организацию горячего питания для начальных классов в школах увеличит на 4 миллиарда рублей. По словам министра, это связано с демографическим ростом. Помимо этого он напомнил, что сельские школы оснасят необходимым оборудованием до 2024 года. Это порядка 27 тысяч учебных заведений. Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить вас за хотелку работы в сфере образования. Очень отрадно, что дети с 1 сентября вернутся в роды, в тему своих родных школ. Сергей Сергеевич, Рачара Черкесия является многонациональной республикой. Со своим колоритом, культурными, национальными традициями. Конечно же, со своими родными языками. У нас волнует вопрос о хранении культуры, традиции своего народа, передачи этих знаний нашим детям. Как, на мой взгляд, погрузить рефонт на культуру, развитие детей духовно, ну и что планируется делать министерство в этом направлении. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Светлана Магомедовна. Ну, я уже об этом говорил вначале. Это неотъемлемая составляющая будет той комплексной большой воспитательной работы, которая с 1 сентября будет реализована во всех школах, в том числе и в Карачаево, Черкесской республике. Без культуры, конечно, не будет будущего. И мы вместе с Министерством культуры организовываем, вы знаете, большой проект «Пушкинская карта», которая позволит школьникам посещать, бесплатно посещать и театры, и музеи. Также по внеучебной деятельности у нас большая программа организации различных мероприятий, и в том числе и театральных конкурсов среди школьников. Домбай заиграл новыми красками и звуками благодаря ежегодному фестивалю «Горные вершины». Последние деньки уходящего лета музыкальный праздник собрал талантливых исполнителей со всей страны. Атмосферу бардовской песни прочувствовала и наша съемочная группа. Альпина Курачинова-Кенжева подробнее. Чистейший горный воздух, убаюкивающий шум ледяных рек, звуки гитары переплетаются со звуками природы прекрасного Домбая. Все это ежегодный фестиваль авторской песни «Горные вершины». Люди едут сюда за перезагрузкой души и тела, за вдохновением, за позитивом. От лица министра культуры Карачаева Черкесской республики Зураба Замира Чагирбова также поприветствовать всех вас, пожелать вам успехов в сегодняшнем фестивале, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Всем участникам желаю удачи, а всем зрителям услышать много хорошего, получить удовольствие и будьте здоровы. Талантливые исполнители сменяют друг друга. В их строки вслушиваешься, они заставляют задуматься о самом главном – о жизни. О звуке гитары создают романтическую обстановку, и кажется, что время безмятежно. Вглядываясь в горы, смотришь в прошлое, думая о будущем. И кажется, вот бы эта сказка длилась вечно. Радостным пусть будет расставание, наши огорчения не в счет. Горы – это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. Туристы и участники говорят, что все на высшем уровне. Природа очаровывает, песни ласкают душу. Именно поэтому хочется возвращаться вновь и вновь. Настроение боевое, красивое. Горы – это выше всего. Да. Сходили на природу, сходили по вашим горам, ну просто бомбически называется по-русски. Час в душе остается. Да. Очень хорошо, чудесно. Какой классический участник. Удачи. Всем победы. Всем. Близ исключения. Много песен. Хороших стихов. И прекрасной музыки. Настроение. Спасибо и вам удачи. Вам тоже. Спасибо вам большое. О, это вообще сказка. Это моя мечта, она будет десятилетняя. Очарование. Очарование. Просто восторг полный. Я говорю, вот соединение, да, вот душевного и зрелищного. Это просто... Куда голову не поверни и вот в восторге. Потрясающий фестиваль. Первый раз на таком. Позитивные эмоции, положительные впечатления. Домбай, природа восхитительная. Всем рекомендую побывать Домбай. В номинации «Лучшая авторская песня» победил Дмитрий Курилов из Москвы. Лучшее исполнение песен Юрия Висбора взял клуб «Времена года» село Покровская, Ростовская область. Приз жюри достался Юлии Краснокутской из Ставропольского края. 31-й Всероссийский фестиваль «Горные вершины» собрал лучших исполнителей со всей страны. А это значит, что новые знакомства и новые встречи зададут динамичный темп для дальнейшего развития и популяризации бардовской песни. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джугуданов. Вести Карачаева-Черкесия из Домбая. Это все вести к этому часу. А прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Перекати поле». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова